Мы сделали это! В этом году я иду в школу. Там будет интересно и весело. Только мне нужно немного подготовиться, потому что в школе я хочу быть лучше всех. О, придумала! Давай готовиться вместе! Мы будем гулять и искать места, где можно поиграть. И узнать много нового и полезного. А мой лучший друг Мишка будет нам помогать. Правда, Мишка? Мишка, сделай цирк! На этой доске можно складывать из букв разные интересные слова. Только у нас плохо получается. Я мало слов знаю, а Мишка вообще ни одного. Давай поиграем вместе и ты поможешь нам выучить новые слова. Помоги Маше выучить новые слова. На экране ты увидишь шесть букв и трапоретов для новых слов. Нажимай на буквы левой кнопкой мыши и перетаскивай их в трапорет, чтобы получилось слово. Пока слово не собрано целиком, ты можешь свободно ставить и доставать буквы. Когда ты соберешь слово, мы с Машей проверим его. И если оно правильное, ты получишь за него очки. И если захочешь играть с людьми буквами, нажми на кнопку «Сменить буквы». Такое слово существует. Молодец! Такое слово существует. Молодец! Такое слово существует! Да, это правильное слово. Молодец! Молодец! Нельзя придумать два одинаковых слова Боржет! На экране ты увидишь закладку. Нажми на нее, чтобы увидеть полезные кнопки, которые помогут тебе играть. Молодец! Такое слово существует! Помоги Маше выучить новые слова. На экране ты увидишь шесть букв. Таких слов не бывает. Молодец! Такое слово существует! Нет, это неправильное слово. Да, это правильное слово. Ты справился с заданием. Молодец! Я столько новых слов узнала! Давай как-нибудь еще раз поиграем. Это Мишкин фотоальбом. Там фотографии о том, как Мишка выступал в цирке. Но после того, как я ими немножко поиграла, в альбоме все фотографии перепутались. Поможешь их разложить. Внимательно слушай рассказ и смотри на фотографии. А потом читай вопросы и выбирай правильный ответ из вариантов слева. Этот цирковой номер назывался «Медведи на льду». И Миша был в нем самой настоящей звездой. А после выступления директор цирка подарил ему огромный букет цветов и целый бочонок мёда. Да, правильно. Хочу еще одну историю. Пожалуйста. Это первая Мишина представлена. Он тогда очень переживал и уронил мячик на голову десерчика. Правда смешно? Да, правильно. Ошибочка вышла. Молодец. Это правильный ответ. Хочу еще одну историю. Ну, пожалуйста. На этой фотографии у Миши очень большие глаза, потому что ходить под куполом цирка по карнату ужасно страшно. А шест ему нужен для того, чтобы сохранять равновесие и не упасть. Да, правильно. Молодец. Это правильный ответ. Молодец. Это правильный ответ. Хочу еще одну историю. Ну, пожалуйста. Как-то раз Миша боксировал на арене цирка с гориллой Николаем. Миша было очень трудно, но он все-таки победил в девятом раунде. Да, правильно. Молодец. Это правильный ответ. Молодец. Это правильный ответ. Миша в костюме матроса танцует танец яблочек. Он обещал и Машу научить так плясать. Молодец. Это правильный ответ. Ух, мы молодцы мы с тобой. Почти весь альбом разобрали. Ну, на этот раз хватит. А потом, может, еще фотографии посмотрим. Что мы все дома сидим? Пойдем на улицу. Это лужайка перед Мишкиным домом. Он тут пчел разводит, чтобы мед на зиму запасать. Ой, совсем забыла. Мишка просил меня рассадить его пчелок по ульям, чтобы они сделали на обед немного меда. Но для этого нам надо их пересчитать. Давай вместе, а то я ошибиться могу. Тебе и Маше нужно посадить всех пчелок по своим ульям. В каждом улье должно быть нужное число пчелок. Реши пример и перетащи нужное число пчелок в ульи и закрой дверцу. Чтобы посадить пчелу в ульи, нажми на нее мышкой и перетащи ее в ульи. И нажми левую кнопку. Чтобы закрыть дверцы улья, кликни на них мышкой. Да, это правильный ответ. Теперь реши новую задачку. Смотри, Мишка, Мимон! Значит, мы все правильно посчитали. Теперь реши новую задачку. Смотри, Мишка, Мимон! Значит, мы все правильно посчитали. Теперь реши новую задачку. Смотри, Мишка, Милот, значит мы все правильно посчитали Теперь реши новую задачку Да, это правильный ответ 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 Теперь реши новую задачку Смотри, Мишка, Милот, значит мы все правильно посчитали Теперь реши новую задачку Да, это правильный ответ У тебя здорово получилось Теперь у Мишки на обед будет вкусный свежий мед А если он еще захочет Мы с тобой быстренько новых пчелок посчитаем Пойдем на речку сходим Опять учебник уронила Маша Рассеряша Примеры из моего учебника разлетелись по всей речке Нужно собрать их, пока не утонули Только боюсь, что без тебя я тут не справлюсь В Машином учебнике остались только ответы А сами примеры расплылись по всей речке Помоги Маше выловить из речки те примеры Которым подходят написанные в учебнике ответы Реши примеры из речки И найди тот, ответом на который является число внизу экрана Чтобы поймать нужный пример Нажми на него левой кнопкой мышки Ты отлично считаешь Молодец! Теперь найди примеры для этого числа Правильно! Мы поймали этот пример Молодец! Теперь найди примеры для этого числа Ты отлично считаешь! Молодец! Теперь найди примеры для этого числа Ты отлично считаешь! Молодец! Теперь найди примеры для этого числа Ты отлично считаешь! Молодец! Теперь найди примеры для этого числа Ты отлично считаешь! Молодец! Ты отлично считаешь! Теперь найди примеры для этого числа Правильно! Мы поймали этот пример Спасибо за помощь! Ты отлично играешь! Приходи еще! Тут много примеров плавает У Мишки в корзинке много всяких штуковин, чтобы ловить рыбу Только он не всегда выбирает нужную, потому что очень занят И все время глядит на поплавок Давай поможем Чтобы правильно выбрать снасти и наживку, тебе нужно читать половинки слов и собирать из них целые слова Только будь внимательным и составляй слова, которые существуют Ты можешь собирать любые слова, но если составишь слово, которое Маша показывает на картинке, Мишка поймает большую рыбку Чтобы составить слово из двух половинок, по очереди нажимай левой кнопкой мыши на каждую половину Чтобы отменить выбранную половину, нажми на нее, Мишка, еще раз Молодец! Вы поймали большую рыбку Молодец! Вы поймали большую рыбку Молодец! Вы поймали большую рыбку Что-то совсем пустая корзинка получается Добавим немного На экране ты увидишь закладку Нажми на нее, чтобы увидеть полезные кнопки, которые помогут тебе Молодец! Вы поймали большую рыбку Отлично! Эта рыбка такая большая Молодец! Вы поймали большую рыбку Ты молодец! Смотри, сколько рыбки наловили Если захочешь, мы еще раз на рыбалку сходим Совсем меня на этой речке комары завели Пойдем в другое место Давай проверим, как тут наши пчелки поживают Ой, совсем забыла Мишка просил меня рассадить его пчелок по ульям Чтобы они сделали на обед немного меда Но для этого нам надо их пересчитать Давай вместе, а то я ошибиться могу Тебе и Маше нужно посадить всех пчелок по своим ульям В каждом улье должно быть нужное число пчелок Нажми Уходишь? Ну ладно Только возвращайся быстрее, а то Мишка совсем голодный Ой, Мишка, по-моему у тебя зимняя шапка убежала Пойдем ко мне во двор, поиграем Опять все попрятались Нужно найти, чем бы здесь поиграть Пора проведать Мишку Как он там без меня? Давай проверим, как тут наши пчелки поживают Пойдем на речку сходим Ой, ну что же я наделала Теперь все странички уплывут Совсем меня на этой речке кумары заели Пойдем в другое место Давай проверим, как тут наши пчелки поживают Это дорожка к моему дому Пойдем посмотрим, что там новенького Опять все попрятались Нужно найти, чем бы здесь поиграть О, собачка Чего она меня боится-то? Надо ее приручить Давай, помогай мне Вам с Машей нужно накормить собачку косточками Я буду писать на земле, сколько косточек лежит в миске Потом вы покормите собачку И я напишу, сколько косточек она съела Себе нужно решить пример и сказать Сколько косточек осталось в миске Выбери правильное число внизу экрана И нажми на него левой кнопкой мышки Правильный ответ Ты хорошо считаешь Давай еще немного покормим Точно, это правильный ответ Давай еще немного покормим Правильный ответ Ты хорошо считаешь Давай еще немного покормим Точно, это правильный ответ Давай еще немного покормим Правильный ответ, ты хорошо считаешь Давай еще немного покормим Точно, это правильный ответ Давай еще немного покормим Правильный ответ, ты хорошо считаешь Давай еще немного покормим Точно, это правильный ответ Давай еще немного покормим Правильный ответ, ты хорошо считаешь Давай еще немного покормим Точно, это правильный ответ У тебя получилось Гляди, собачка меня уже не боится Мы в беспорядок у меня в сарае Уже козы завелись Пойдем уберем там немного Сейчас вы с Машей будете делать уборку в сарае Мишка будет показывать таблички с названиями предметов Ты находи эти предметы и показывай Маше А она будет записывать в блокноте, где они лежат Понятно? Чтобы показать, где лежит предмет, нажми на него левой кнопкой мышки Да, мы нашли этот предмет Давайте искать следующий предмет Да, мы нашли этот предмет Миша, что у нас там дальше нужно найти? Правильно, записываю Миша, что у нас там дальше нужно найти? Правильно, записываю Миша, что у нас там дальше нужно найти? Правильно, записываю Миша, что у нас там дальше нужно найти? Да, мы нашли этот предмет Давайте искать следующий предмет Правильно, записываю Давайте искать следующий предмет Правильно, записываю Давайте искать следующий предмет Да, мы нашли этот предмет Давайте искать следующий предмет Да, мы нашли этот предмет Спасибо тебе Теперь у меня в сарае почти полный порядок А остальные предметы поищем в другой раз Если ты захочешь Пойдем к железной дороге Там в вагончике еще много интересного Вот, научусь еще немного и поеду в школу Я уже и вещи в школу собирать начала Только они все время из чемодана выпадают И теряются Но ничего, мы с тобой быстренько их отыщем Правда? Помоги Маше отыскать вещи Которые выпали из ее чемодана Маша будет писать на табло Чего ей не хватает А ты ищи эти предметы на экране Когда найдешь предмет Нажми на него левой кнопкой мышки Чтобы положить предмет в чемодан Щелкни предметом по чемодану Чтобы положить предмет обратно Щелкни мышкой по пустому месту на экране Если ты хочешь сменить предмет Щелкни им по другому предмету Молодец, так мы быстро все отыщем Молодец, так мы быстро все отыщем Мы нашли все, что нужно Теперь поищем следующие предметы Мишка, вези! Да, это то, что мне нужно Молодец, так мы быстро все отыщем Мы нашли все, что нужно Теперь поищем следующие предметы Мишка, вези! Да, это то, что мне нужно Молодец, так мы быстро все отыщем Молодец, так мы быстро все отыщем Мы нашли все, что нужно Теперь поищем следующие предметы Мишка, вези! Молодец, так мы быстро все отыщем Мишка, вези! Да, это то, что мне нужно Мишка, вези! Молодец, так мы быстро все отыщем Мишка, вези! Мы нашли все, что нужно Теперь поищем следующие предметы Мишка, вези! Молодец! Так мы быстро все отыщем Молодец! Так мы быстро все отыщем Мы нашли все, что нужно Теперь поищем следующие предметы Мишка, вези! Молодец! Так мы быстро все отыщем Молодец! Так мы быстро все отыщем Мы нашли все, что нужно Теперь поищем следующие предметы Мишка, вези! Да! Это то, что мне нужно Да! Это то, что мне нужно Мы нашли все, что нужно Теперь поищем следующие предметы Мишка, вези! Спасибо тебе большое! Мы собрали мой чемодан Но ты все равно приходи еще разок Может быть я захочу положить в него еще что-нибудь В этом вагоне мы с Мишкой играем в прятки Он прячется, а я его ищу Хочешь поиграть с нами? Чтобы Маша поймала Мишку Нужно точно знать, в каком окошке он появится Это будет окошко, под которым написан правильный пример Внимательно посмотри на все примеры И выбери из них тот, который решен правильно Чтобы указать на этот пример Нажми на него левой кнопкой мышки Вот он, Мишка Это правильный ответ Давайте еще поиграем Мишка, прячься быстрее Ура! Поймали Мишку Давайте еще поиграем Мишка, прячься быстрее Ура! Поймали Мишку Давайте еще поиграем Мишка, прячься быстрее Ура! Поймали Мишку Давайте еще поиграем Мишка, прячься быстрее Ура! Поймали Мишку Давайте еще поиграем Мишка, прячься быстрее Вот он, Мишка Это правильный ответ Давайте еще поиграем Мишка, прячься быстрее Вот он, Мишка Это правильный ответ Давайте еще поиграем Мишка, прячься быстрее Вот он, Мишка Это правильный ответ Давайте еще поиграем Мишка, прячься быстрее Ура! Поймали Мишку Давайте еще поиграем Мишка, прячься быстрее Вот он, Мишка Это правильный ответ Ты молодец Без тебя я у Мишки не выиграла Если захочешь еще в прятки поиграть Мишка, прячься быстрее Помоги Маше выучить новые слова На экране ты увидишь шесть букв Таких слов не бывает Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мишка, прячься быстрее Такое слово существует Нет, это неправильное слово Мишка, прячься быстрее Это правильное слово Ты справился с заданием Молодец! Я столько новых слов узнала Давай как-нибудь еще раз поиграем Это Мишкин фотоальбом Там фотографии о том, как Мишка выступал в цирке Но после того, как я ими немножко поиграла В альбоме все фотографии перепутались Поможешь их разложить Внимательно слушай рассказ и смотри на фотографии А потом читай вопросы и выбирай правильный ответ из вариантов слева Этот цирковой номер назывался «Медведи на льду» И Миша был в нем самой настоящей звездой А после выступления директор цирка подарил ему огромный букет цветов И целый бочонок меда Да, правильно Хочу еще одну историю Пожалуйста Это первая Мишина представлена Он тогда очень переживал И уронил мячик на голову десерочек Правда смешно? Да, правильно Ошибочка вышла Молодец, это правильный ответ Хочу еще одну историю Ну пожалуйста На этой фотографии у Миши очень большие глаза Потому что ходить под куполом цирка по карнату ужасно страшно А шест ему нужен для того, чтобы сохранять равновесие и не упасть Да, правильно Молодец, это правильный ответ Молодец, это правильный ответ В этом году я иду в школу Там будет интересно и весело Только мне нужно немного подготовиться Потому что в школе я хочу быть лучше всех О, придумала Давай готовиться вместе Мы будем гулять и искать места, где можно поиграть И узнать много нового и полезного А мой лучший друг Мишка будет нам помогать Правда, Мишка? Мишка, сделай цирк На этой доске можно складывать из букв разные интересные слова Только у нас плохо получается Я мало слов знаю А Мишка вообще ни одного Давай поиграем вместе И ты поможешь нам выучить новые слова Помоги Маше выучить новые слова На экране ты увидишь шесть букв и трапоретов для новых слов Нажимай на буквы левой кнопкой мыши И перетаскивай их в трапорет Чтобы получилось слово Пока слово не собрано целиком Ты можешь свободно ставить и доставать букв Когда ты соберешь слово Мы с Машей проверим его И если оно правильное Ты получишь за него очки Если захочешь играть в единую букву Нажимай на кнопку сменить букву Такое слово существует Маладин 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 Такое слово существует Маладин Такое слово существует Да, это правильное слово Маладин 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 Нельзя придумывать два одинаковых слова Маладин Субтитры сделал DimaTorzok На экране ты увидишь закладку. Нажми на нее, чтобы увидеть полезные кнопки, которые помогут тебе играть. Новую задачку. Да, это правильный ответ. Теперь реши новую задачку. Смотри, Мишка, Немот. Значит, мы все правильно посчитали. Теперь реши новую задачку. Да, это правильный ответ. У тебя здорово получилось. Теперь у Мишки на обед будет вкусный свежий мед. А если он еще захочет, мы с тобой быстренько новых пчелок посчитаем. Пойдем на речку сходим. Опять учебник уронила Маша Рассеряша. Примеры из моего учебника разлетелись по всей речке. Нужно собрать их, пока не утонули. Только боюсь, что без тебя я тут не справлюсь. В Машином учебнике остались только ответы, а сами примеры расплылись по всей речке. Помоги Маше выловить из речки те примеры, которым подходят написанные в учебнике ответы. Реши примеры из речки и найди тот, ответом на который является число внизу экрана. Чтобы поймать нужный пример, нажми на него левой кнопкой мышки. Ты отлично считаешь! Молодец! Теперь найди примеры для этого числа. Правильно! Мы поймали этот пример. Молодец! Теперь найди примеры для этого числа. Ты отлично считаешь! Молодец! Теперь найди примеры для этого числа. Ты отлично считаешь! Молодец! Теперь найди примеры для этого числа. Ты отлично считаешь! Молодец! Теперь найди примеры для этого числа. Ты отлично считаешь. Молодец. Теперь найди примеры для этого числа. Правильно. Мы поймали этот пример. Спасибо за помощь. Ты отлично играешь. Приходи еще. Тут много примеров плавает. У Мишки в корзинке много всяких штуковин, чтобы ловить рыбу. Только он не всегда выбирает нужное, потому что очень занят. И все время глядит на поплавок. Давай поможем. Чтобы правильно выбрать снасти и наживку, тебе нужно читать половинки слов и собирать из них целые слова. Только будь внимательным и составляй слова, которые существуют. Ты можешь собирать любые слова. Но если составишь слово, которое Маша показывает на картинке, Мишка поймает большую рыбку. Чтобы составить слово из двух половинок, по очереди нажимай левой кнопкой мыши на каждую половину. Чтобы отменить выбранную половину, нажми на нее мышку еще раз. Молодец! Вы поймали большую рыбку. Молодец! Вы поймали большую рыбку. Молодец! Вы поймали большую рыбку. Что-то совсем пустая корзинка получается. Добавим немного. На экране ты увидишь закладку. Нажми на нее, чтобы увидеть полезные кнопки, которые помогут тебе. Молодец! Вы поймали большую рыбку. Отлично! Отлично! Эта рыбка такая большая! Молодец! Вы поймали большую рыбку. Ты молодец! Смотри, сколько рыбки наловили. Если захочешь, мы еще раз на рыбалку сходим. Совсем меня на этой речке комары завели. Пойдем в другое место. Давай проверим, как тут наши пчелки поживают. Ой, совсем забыла. Мишка просил меня рассадить его пчелок по ульям, чтобы они сделали на обед немного меда. Но для этого нам надо их пересчитать. Давай вместе, а то я ошибиться могу. Тебе и Маше нужно посадить всех пчелок по своим ульям. В каждом улье должно быть нужное число пчелок. Уходишь? Ну ладно. Только возвращайся быстрее, а то Мишка совсем голодный. Ой, Мишка, по-моему, у тебя зимняя шапка убежала. Пойдем ко мне во двор, поиграем. Опять все попрятались. Нужно найти, чем бы здесь поиграть. Пора проведать Мишку. Как он там без меня? Давай проверим, как тут наши пчелки поживают. Пойдем на речку сходим. Ой, ну что же я наделала? Теперь все странички уплывут. Со всем меня на этой речке Кручу еще одну историю. Ну, пожалуйста. Как-то раз Миша боксировал на арене цирка с гориллой Николаем. Миша было очень трудно, но он все-таки победил в девятом раунде. Да, правильно. Молодец, это правильный ответ. Молодец, это правильный ответ. Почу еще одну историю. Ну, пожалуйста. На этой фотографии Миша в костюме матроса танцует танец яблочек. Он обещал и Машу научить так плясать. Молодец, это правильный ответ. Ух, мы молодцы мы с тобой. Почти весь альбом разобрали. Ну, на этот раз хватит, а потом, может, еще фотографии посмотрим. Что мы все дома сидим? Пойдем на улицу. Это лужайка перед Мишкиным домом. Он тут пчел разводит, чтобы мед на зиму запасать. Ой, совсем забыла. Мишка просил меня рассадить его пчелок по ульям, чтобы они сделали на обед немного меда. Но для этого нам надо их пересчитать. Давай вместе, а то я ошибиться могу. Тебе и Маше нужно посадить всех пчелок по своим ульям. В каждом улье должно быть нужное число пчелок. Реши пример и перетащи нужное число пчелок в уль и закрой дверцу. Чтобы посадить пчелу в улей, нажми на нее мышкой и перетащи ее в улей и нажми левую кнопку. Чтобы закрыть дверцы улья, кликни на них мышкой. Да, это правильный ответ. Теперь реши новую задачку. Смотри, Мишка, не он. Значит, мы все правильно посчитали. Теперь реши новую задачку. Смотри, Мишка, не он. Значит, мы все правильно посчитали. Теперь реши новую задачку. Смотри, Мишка, не он. Значит, мы все правильно посчитали. Теперь реши новую задачку. Да, это правильный ответ. Теперь реши новую задачку. Да, это правильный ответ. Теперь реши новую задачку. В этом году я иду в школу. Там будет интересно и весело. Только мне нужно немного подготовиться, потому что в школе я хочу быть лучше всех. О, придумала. Давай готовиться вместе. Мы будем гулять и искать места, где можно поиграть и узнать много нового и полезного. А мой лучший друг Мишка будет нам помогать. Правда, Мишка? Мишка, сделай цирк. На этой доске можно складывать из букв разные интересные слова. Только у нас плохо получается. Я мало слов знаю, а Мишка вообще ни одного. Давай поиграем вместе и ты поможешь нам выучить новые слова. Помоги Маше выучить новые слова. На экране ты увидишь шесть букв и трапореты для новых слов. Нажимай на буквы левой кнопкой мыши и перетаскивай их в трапорет, чтобы получилось слово. Пока слово не собрано целиком, ты можешь свободно ставить и доставать буквы. Когда ты соберешь слово, мы с Машей проверим его. И если оно правильное, ты получишь за него очки. Если захочешь играть с людьми буквами, нажми на кнопку «Сменить буквы». Такое слово существует. Молодец! Молодец! Такое слово существует. Молодец! Такое слово существует. Да, это правильное слово Молодец! Нельзя придумать два одинаковых слова Молодец! Молодец! Субтитры создавал DimaTorzok На экране ты увидишь закладку Нажми на нее, чтобы увидеть полезные кнопки Которые помогут тебе играть Молодец! Молодец! Такое слово существует Молодец! Субтитры создавал DimaTorzok Помоги Маше выучить новые слова На экране ты увидишь шесть букв Таких слов не бывает Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молодец! Субтитры создавал DimaTorzok Такое слово существует Нет, это неправильное слово Да, это правильное слово Ты справился с заданием, молодец! Я столько новых слов узнала! Давай как-нибудь еще раз поиграем! Это Мишкин фотоальбом! Там фотографии о том, как Мишка выступал в цирке! Но после того, как я ими немножко поиграла, в альбоме все фотографии перепутались! Поможешь их разложить! Внимательно слушай рассказ и смотри на фотографии! А потом читай вопросы и выбирай правильный ответ из вариантов слева! Этот цирковой номер назывался «Медведи на льду» И Миша был в нем самой настоящей звездой! А после выступления директор цирка подарил ему огромный букет цветов и целый бочонок меда! Да, правильно! Хочу еще одну историю! Пожалуйста! Это первая Мишина представлена! Он тогда очень переживал и уронил мячик на голову десерочек! Правда смешно? Да, правильно! Ошибочка вышла! Молодец! Это правильный ответ! Хочу еще одну историю! Ну, пожалуйста! На этой фотографии у Миши очень большие глаза! Потому что ходить под куполом цирка по карату ужасно страшно! А шест ему нужен для того, чтобы сохранять равновесие и не упасть! Да, правильно! Молодец! Это правильный ответ! Молодец! Это правильный ответ! Хочу еще одну историю! Ну, пожалуйста! Как-то раз Миша боксировал на арене цирка с гориллой Николаем! Мишу было очень трудно! Но он все-таки победил в девятом раунде! Да, правильно! Молодец! Это правильный ответ! Молодец! Это правильный ответ! Почти весь альбом разобрали! Ну, на этот раз хватит! А потом, может, еще фотографии посмотрим! Что мы все дома сидим? Пойдем на улицу! Это лужайка перед Мишкиным домом! Он тут пчел разводит, чтобы мед на зиму запасать! Ой, совсем забыла! Мишка просил меня рассадить его пчелок по ульям, чтобы они сделали на обед немного меда. Но для этого нам надо их пересчитать. Давай вместе, а то я ошибиться могу! Тебе и Маше нужно посадить всех пчелок по своим ульям. В каждом улье должно быть нужное число пчелок. Реши пример и перетащи нужное число пчелок в ульи и закрой дверцу. Чтобы посадить пчелу в ульи, нажми на нее мышкой и перетащи ее в ульи. И нажми левую кнопку. Чтобы закрыть дверцы улья, кликни на них мышкой. Да, это правильный ответ. Теперь реши новую задачку. Смотри, Мишка, не он! Значит, мы все правильно посчитали. Теперь реши новую задачку. Смотри, Мишка, не он! Значит, мы все правильно посчитали. Теперь реши новую задачку. Смотри, Мишка, не он! Значит, мы все правильно посчитали. Теперь реши новую задачку. Да, это правильный ответ. 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 Теперь реши новую задачку. Смотри, Мишка, не он! Значит, мы все правильно посчитали. Теперь реши новую задачку. Да, это правильный ответ. Да, это правильный ответ. У тебя здорово получилось. Теперь у Мишки на обед будет вкусный свежий мед. А если он еще захочет, мы с тобой быстренько новых пчелок посчитаем. Пойдем на речку сходим. Пойдем на речку сходим. Примеры из моего учебника разлетелись по всей речке. Нужно собрать их, пока не утонули. Только боюсь, что без тебя я тут не справлюсь. В Машином учебнике остались только ответы, а сами примеры расплылись по всей речке. Помоги Маше выловить из речки те примеры, которым подходят написанные в учебнике ответы. Реши примеры из речки и найди тот, ответом на который является число внизу экрана. Чтобы поймать нужный пример, нажми на него левой кнопкой мышки. Ты отлично считаешь! Молодец! Решайся быстрее, а то Мишка совсем голодный. Ой, Мишка, по-моему у тебя зимняя шапка убежала. Пойдем ко мне во двор, поиграем. Опять все попрятались. Нужно найти, чем бы здесь поиграть. Пора проведать Мишку. Как он там без меня? Давай проверим, как тут наши пчелки пожелают. Пойдем на речку сходим. Ой, ну что же я наделала? Теперь все странички уплывут. Совсем меня на этой речке кумары заели. Пойдем в другое место. Давай проверим, как тут наши пчелки пожелают. Это дорожка к моему дому. Пойдем посмотрим, что там новенького. О, опять все попрятались. Нужно найти, чем бы здесь поиграть. О, собачка. Чего она меня боится-то? Надо ее приручить. Давай, помогай мне. Вам с Машей нужно накормить собачку косточками. Я буду писать на земле, сколько косточек лежит в миске. Потом вы покормите собачку, и я напишу, сколько косточек она съела. Себе нужно решить пример и сказать, сколько косточек осталось в миске. Выбери правильное число внизу экрана и нажми на него левой кнопкой мышки. Правильный ответ. Ты хорошо считаешь. Давай еще немного покормим. Точно, это правильный ответ. Давай еще немного покормим. Правильный ответ. Ты хорошо считаешь. Давай еще немного покормим. Точно, это правильный ответ Давай еще немного покормим Правильный ответ, ты хорошо считаешь Давай еще немного покормим Точно, это правильный ответ Давай еще немного покормим Правильный ответ, ты хорошо считаешь Давай еще немного покормим Точно, это правильный ответ Давай еще немного покормим Правильный ответ, ты хорошо считаешь Давай еще немного покормим Точно, это правильный ответ У тебя получилось Гляди, собачка меня уже не боится Мы в беспорядок у меня в сарае Уже козы завелись Пойдем уберем там немного Сейчас вы с Машей будете делать уборку в сарае Мишка будет показывать таблички с названиями предметов Ты находи эти предметы и показывай Маше А она будет записывать в блокноте, где они лежат Понятно? Чтобы показать, где лежит предмет, нажми на него левой кнопкой мышки Да, мы нашли этот предмет Давайте искать следующий предмет Да, мы нашли этот предмет Миша, что у нас там дальше нужно найти? Правильно, записываю Миша, что у нас там дальше нужно найти? Правильно, записываю Миша, что у нас там дальше нужно найти? Правильно, записываю Теперь найди примеры для этого числа Правильно, мы поймали этот пример Молодец Теперь найди примеры для этого числа Ты отлично считаешь Молодец Теперь найди примеры для этого числа Ты отлично считаешь Молодец Теперь найди примеры для этого числа Миша, что у нас там дальше нужно найти? Ты отлично считаешь Молодец Теперь найди примеры для этого числа Ты отлично считаешь Молодец Теперь найди примеры для этого числа Правильно, мы поймали этот пример Спасибо за помощь Ты отлично играешь Приходи еще Тут много примеров плавает Мишки в корзинке Много всяких штуковин Чтобы ловить рыбу Только он не всегда выбирает нужное Потому что очень занят И все время глядит на поплавок Давай поможем Чтобы правильно выбрать снасти и наживку Тебе нужно читать половинки слов И собирать из них целые слова Только будь внимательным И составляй слова, которые существуют Ты можешь собирать любые слова Но если составишь слово Которое Маша показывает на картинке Мишка поймает большую рыбку Чтобы составить слово из двух половинок По очереди нажимай левой кнопкой мыши На каждую половину Чтобы отменить выбранную половину Нажми на нее мышку Еще раз Молодец! Мы поймали большую рыбку Молодец! Мы поймали большую рыбку Молодец! Мы поймали большую рыбку Что-то совсем пустая корзинка получается Добавим немного На экране ты увидишь закладку Нажми на нее, чтобы увидеть полезные кнопки Которые помогут тебе Молодец! Мы поймали большую рыбку Отлично! Эта рыбка такая большая! Молодец! Мы поймали большую рыбку Ты молодец! Смотри, сколько рыбки наловили Если захочешь, мы еще раз на рыбалку сходим Совсем меня на этой речке комары завели Пойдем в другое место Давай проверим, как тут наши пчелки поживают Ой, совсем забыла Мишка просил меня рассадить его пчелок по ульям Чтобы они сделали на обед немного меда Но для этого нам надо их пересчитать Давай вместе, а то я ошибиться могу Тебе и Маше нужно посадить всех пчелок по своим ульям В каждом улье должно быть нужное число пчелок Нажми Уходишь? Ну ладно Только возвращай